В Москве в выставочном центре Сокольники состоялась седьмая по счёту международная выставка InfoSecurity Russia Storage Expo Documentation 2010. В этом году её организовали международная компания Read Exhibition и российская медиакомпания Grotec. 106 участников выставки представили посетителям обширную информацию о видах кибермошенничества и способах противодействия им, о том, кто несёт ответственность за защиту конфиденциальной информации и персональных данных, о программных и технических средствах информационной безопасности. Крупнейшие вендоры и интеграторы представили на своих стендах как уже реализованные проекты, так и новые технологии и инновационные разработки, в ряду которых биометрические решения, осуществляющие контроль доступа и учёт рабочего времени посредством идентификации пользователей под актилоскопическим показателем. Это очень удобно работает и в главном офисе директор компании может в любой момент узнать, кто из его сотрудников в магазине, допустим, в Челябинске присутствует на работе, когда они пришли и когда они ушли. При этом по отпечатку пальца может осуществляться, к примеру, вход в операционную систему компьютера и запуск программ. На выставке были представлены и узкоспециализированные решения, борющиеся со спамом, по которому Россия вышла на первое место в мире. В связи с этим борьба с нежелательными письмами становится для пользователей и компаний всё более актуальной. При автоматизации тех или иных фильтров используются так называемые блэк-листы ДНС. Компания с лёгкостью может попасть в эти листы и информация от неё просто не дойдёт до количественного пользования. Уже заражённый компьютер внутри компании может стать источником этого спам. Это опять же всё работает на репутацию. Активные игроки российского рынка программного обеспечения представили инновационные решения в области телекоммуникационных технологий безопасности. Разработанные ими программы распознавания, интегрированные с системами видеонаблюдения, уже находят применение в различных сферах. На каждой камере фиксируется тот или иной кусок объекта. Задаются параметры предельных значений, пересечения определённых точек, некорректное поведение объекта. В трёх залах и на главной сценической площадке все три дня шли конференции и круглые столы, зачитывались сообщения и доклады, имеющие самую актуальную тематику. 402 докладчика из России и зарубежных стран выступили за это время. Было проведено 199 мероприятий. Этот показатель стал рекордным для российских выставок. Специалисты в области IT, телекоммуникации и информационной безопасности поделились пониманием проблем, сведениями о многообразии существующих угроз и перспективах борьбы с ними. Эксперты особенно выделяют тенденцию увеличения количества вредоносного ПО. Каждый день по всему миру возникает в среднем 60 тысяч новых угроз, что означает соответственное развитие разработок, направленных на противодействие возникающим угрозам. Векторы этого противостояния можно будет проследить на следующей, восьмой по счёту выставке InfoSecurity, которая пройдёт 28-30 сентября 2011 года. Продолжение следует...